На протяжении многих лет конкурс авторской новогодней елки поражает своим разнообразием и неординарностью. Необычные лесные красавицы расположились, как обычно, на втором этаже музейно-выставочного комплекса. Но с каждым годом количество композиций растет, поэтому часть из них разместили на первом этаже музея. В этом году мы усложнили задачу нашим конкурсантам. Поскольку следующий год – это год экологии, год охраны особо охраняемых территорий, то мы предложили нашим конкурсантам сделать свои елочные композиции как раз на тему экологии. У участников было два варианта. Они могли использовать либо натуральные природные материалы, это шишки, это джуд, натуральная веревка, это листья, ветки, деревья, все что угодно. Даже некоторые участники у нас использовали березовые поления и получились замечательные животные и елочки таким образом. Второй вариант в оформлении авторской елки – это использование отходов, что мы с вами выбрасываем каждый день в мусорное ведро. Пластиковые бутылки, стаканчики, одноразовая посуда, бумага, картон. Таких участников, конечно, уже было меньше, но они все же рискнули украсить свою лесную красавицу этими материалами. Самое интересное, конечно, что елки в таком ключе получились очень интересными и креативными. Меня порадовала одна ученица первого класса, когда она из одноразовых вилок сделала елочку и украсила ее кондитерскими изделиями из пластилина. Наши дизайнеры, художники наши, тоже решили украсить музей-заповедник, следуя теме экологии. Из гофрокартона они изготовили замечательные стилизованные елки, березы. И таким образом у нас в музее-заповеднике вырос целый сказочный лес. И к тому же художники населили его лесными животными – мишками, зайчиками. Но, конечно же, Новый год, Рождество не может обойтись и без вертепа Рождественского. Художники постарались и новогодний вертеп рождественский, они также сделали из картона. И поместили туда уже домашних животных, буйволов, овечек. Но и это еще не все. На этот раз конкурсантам была предложена еще одна тема, которая касается года российского кино и юбилея киностудии «Союзмультфильм». Таких участников казалось немного, но, тем не менее, они были. Конкурсантка Амозова Виктория, которая в прошлом году первый раз участвовала в этом конкурсе, сделала с Еленой Тихомировой замечательную елку. Они изготовили стеклянные шары, внутрь поместили ручные акварели, и огоньки обернули перфорацией, пленочной перфорацией. В общем-то, получилось очень красиво и очень креативно. Основной состав участников остается постоянным из года в год. Сотрудники музея им уже даже не звонят. Авторы приходят сами и уже знают, что делать. Каждый год по несколько участников новых прибавляются. И очень радует то, что творческий потенциал и креатив наших участников, он не иссякает, а только становится все более высоким. Еще мы подготовили на десерт нашим посетителям небольшой подарок. Мы из студии «Союзмульфильм» привезли несколько кукол, которые мы все знаем, которые снимались в советских мультфильмах и целлюлоиды. Поэтому они могут прийти и посмотреть замечательную выставку. Традиционно обладатели приза зрительских симпатий конкурса авторской новогодней елочки будут выбирать посетителя. В зале стоит специальный ящичек для голосования. Все елочки пронумерованы. Подведение итогов будет проходить после праздничных выходных 13 января. Продолжение следует...